Дискорд отметился в реестре РКН. Мессенджер Дискорд может быть полностью заблокирован в России. В начале сентября пользователи уже жаловались на сбои его в работе, однако тогда решение Роскомнадзора блокировки не последовало. Сейчас в его отношении вынесено 5 новых решений о нарушении законодательства от регулятора. Обнаружил, что в адрес мессенджера Дискорд с 20 сентября было направлено 5 новых решений от Роскомнадзора. Собеседник знакомой ситуации подтвердил, что в ближайшие дни Дискорд может быть официально заблокирован в России из-за нарушений каких-то там. Я даже не знаю. Вот вам и доброе утро. Ну, короче говоря, пиздец. Неожиданно активировались какие-то боты, которые начали оправдывать блокировку Дискорда. Дискорд, похоже, действительно в СИО. В соцсетях заметили высадку ботов, которые активно оправдывают потенциальную блокировку мессенджера. Так было, например, с Ютюбом и замедлением. Да, то же самое происходило накануне замедления Ютюб. Основные аргументы ботов. Дискорд нарушает наше законодательство. Там продают наркотики, вербуют людей и нужно срочно защитить наших деток. О, господи, всякие Оксаны, Валерия, Алины. Ну, лучше и не знать. Площадка, которая нарушает закон РФ, даже после того, как попросили чистить контент, проигнорили и дальше дети могут наблюдать за чушью там. Я далека от игр, но мой парень постоянно играет. Так тоже вообще не расстроился. Говорит, давно эту помойку убирать надо было. Сука. Эээ, блять. Ну, только никто вам не запрещает пользоваться интернету. Открывать любые сайты, которые не нарушают наш закон. А зачем вам что-то нарушает наш закон? Чё эти боты так безграмотно пишут, я не понимаю. Куча есть приложений, мессенджеров, которые можно Дискорд заменить. А чем, кстати, можно Дискорд заменить? Я вот не в курсе просто. Тимспик, блять, что ли? Скайп, нахуй. Куда возвращаться? Обратно? Какие там ещё программы-то есть? На уровне Дискорда, я имею в виду. На уровне Дискорда. Яндекс Телемост? Чего, блять? Может быть, Ваську тогда придётся возвращаться? Я просто хз, ну. Реально же нет альтернативы. Нормально, адекватный. Чтоб она была прям на уровне Дискорда. Чтоб можно было вот спокойно взять, перейти. И сказать, ну нормально, в целом окей, пойдёт. Нет, блять, вайбер. Да не, ну я серьёзно спрашиваю. Чё вы х***ю какую-то пишите? В рейдколу-то вообще что? В гугл мид? Я уже представляю, как сидит. Сидят группа каких-то зумеров в гугл мид. И, блять, что они там делают? Играют в Валорант по гугл мид? Где обычно сидят взрослые дяди в костюмах и обсуждают что-то, какой-то бизнес? Это же даже неудобно вообще, абсолютно. В контакте есть? А как контакт в контакте? Вообще, может быть бы даже, я не знаю, каким-то аналогом для Дискорда. Вообще никак. Ой, блять. Я не знаю, это пиздец. Если они реально это собираются блокировать, ну окей. А что вы хотите предложить взамен? А причина блокировки? Ну я реально не понимаю. А в чём причина? Что нарушил Дискорды? Какие проблемы-то? Я понимаю, там тряска от Ютуба, потому что блокируют каналы пропагандонов, а на Ютубе при этом есть альтернативная информация, да? Там против войны высказывается много людей. Так, по факту, Дискорд реально помойка. Подожди, а что там? Потому что там нет шифрования, вроде добавили, но это не точно. То есть сообщения вообще не зашифрованы. Это пиздец. Плюс на Изи выдают данные Байдену, путинским ХЗ выдают ли? Максимум. Нет. Чего, блядь, ты рофлишь, что ли? Какому Байдену? Дискорд выдаёт данные Байдену? Чё, ебанутый, блядь? Выдают данные Байдену. Путинским ХЗ выдают ли? Максимум для войсов для игры Валорант пойдёт. Так если уж говорить про какие-то данные, если кто-то кому-то что-то выдаёт. Все крупные площадки выдают данные. Ваши данные, там, если потребуется, конечно, да, по запросу ФСБ, ФБР, блядь, ЦРУ и так далее. Почти все площадки. Телеграм начал это делать. И шо теперь? Блокировать, что ли? Или чё, я не понимаю? Пиздец. У вас ВК, нахуй, знаете, какие данные выдаёт ФСБ, например? Ну так давайте тогда ВК и заблокируем в России, а чё? А чё? А телега-то теперь прозападная хуйня. Макарон там, все данные ваши сейчас будут воровать. Всё, значит, блокировать в РФ надо телегу? Чем вы там пользоваться-то будете в России? Дискорда нет, Ютуба нет, телеги не будет. Я уверен, кстати, её будут блокировать в ближайшие два года. И чё делать? Как жить-то, блядь? Да проще уж там интернет запретить и всё. Чё мучить людей, реально? Мне так нравится говорить, как... Ой, мне так нравится смотреть, как люди говорят про шифрование и сливы данных, что будто каждый второй преступник, на каждого налево-направо приходят запросы, им нужна максимальная безопасность. Ну я не знаю, но зумеры реально, видимо, считают себя какими-то, блядь, спецагентами. А может они реально спецагенты, я хз. Так переживают за свою анонимность, что вот какой-то Байден, блядь, вдруг закинет запрос по какому-то там, я не знаю, Никите, блядь, из города... Я не знаю, блядь, Иванова, челу там, не знаю, 16 лет, его зовут Никитка, или там, я не знаю, Гоша, и вот он так переживает за свою анонимность. Тебе не похуй, чел, кому нужны твои данные, вот кому нужны твои данные, твои переписки. То, что там обсуждаешь в Дискорде. Да никому, блядь. Если ты не террорист, то я не знаю. Если ты оппозиционер, то, конечно, может быть. Но это надо быть публичным, более-менее известным, тогда могут к тебе залезть, безусловно. Но опять же, я и сомневаюсь, что ты являешься каким-то жестким оппозиционером. А если говорить про данные, так ваши данные сливает Яндекс, ваши данные сливает Сбербанк, ваши данные сливают госуслуги. Все, чем вы пользуетесь, уже давным-давно слило данные в интернет. На вас можно найти любую информацию буквально в интернете. По различным базам данных, которые уже слиты тысячу раз. Чего вы, блядь, так переживаете? Такая позиция хуня защищать тайну переписки, это база. Так, блядь, ну а где она есть, эта тайна переписки? В Телеграме, что ли, ее нет? Нету в Телеграме. Если ее там нет, то ее нигде не будет. Но опять же, защищать тайну переписки методом полной блокировки, блядь, сервиса, это тоже полная дичь какая-то абсолютнейшая. Особенно в момент, когда нет нормальной, адекватной альтернативы. Ну реально, охуенно. Ну давайте тогда бороться с этим методом блокировки. Супер вообще. По мне так херня какая-то. Дискорд может быть официально заблокирован в России в ближайшие дни за нарушение законодательства. В игровой индустрии готовится к замедлению приложения. Роскомнадзор с 20 сентября направил в адрес Дискорд 5 новых нарушений о несоблюдении законодательства. Ну короче, я хз, конечно, что там будет в итоге. Мизулина там немного потряслась, короче говоря. Касаемо вот этих новостей, касаемо, соответственно, вот. Самое забавное, это то, что она написала. Сначала она типа говорит, давайте ждем ответа от РКН. РКН пока так нихуя не прокомментировал. Самое интересное, это вот что, что она пишет. Дискорд очень активно используется на СВО. Есть отдельные закрытые конференции для просмотра видео с дронов и другого оборудования. Дискорд дает самую качественную картинку. Без пикселей. Нет ни одного аналога на текущий момент. Бан платформы был бы ошибкой. Это пиздец. Она буквально берет и выдает вообще все секреты, блядь. То есть, ну, вообще-то об этом вот заявлять на публику, особенно на такую большую аудиторию, мне кажется, не очень. Потому что в таком случае Дискорду может прилететь уже с другой стороны. Дискорд сам заблокирует себя на территории России. Ограничит доступ. Ой, блядь. Это все знают? Ну, возможно, не все знают. Если Дискорд до сих пор в России реально работает. Вот. А теперь об этом узнал еще больше людей. Спасибо Екатерине Мизулину. Так что, да, пусть Дискорд блокируют в России в таком случае. Дачел, все знают про это. И ВСУ юзают также. Наши слоны. А, да? В России предложили запретить. Зайпали уже. Предлагать запрещать. Запрещать, блокировать, замедлять. Ограничивать, сука. Да сколько можно-то, а? В России предложили. Запретить. Иметь двойное гражданство. Соответствующий вопрос скоро рассмотрит Госдума. А общественники из какой-то хуйни предлагают внести изменения во вторую часть 10 статьи какой-то там, да? Чтобы государство могло забирать паспорт тех, у кого их несколько. В своем обращении общественники из какой-то параши уверяют, что сегодня уехавшие певцы и актеры с двумя паспортами используют лазейкой, пользуются лазейкой и умудряются сидеть на двух стульях. Ой, дай бог, чтобы это признали. Опровергли уже? Блядь! Печально, что опровергли. Печально. А то мне это дало как можно больше мотивации получить американское гражданство, что меня забрали, российское. Дорогие подписчики и гости канала. Новые инициативы по запрету движения Child Free могут оказаться не такими смешными и безобидными, а не такими смешными и безобидными, как может показаться на первый взгляд. Российское руководство озадачено маниакальной идеей повысить рождаемость в стране в условиях острой фазы сразу нескольких кризисов. Вернее, у нескольких ключевых представителей партии войны есть идея фикс, что для будущих воин в России будет категорически не хватать человеческого ресурса, а потому необходимо заставить женщин рожать, и чем больше, тем лучше. Мы уже рассказывали о планах решения этой проблемы в российском руководстве, и частично эти планы реализуются. Но в одной из двух основных башен Кремля считают, что этого мало. В последнее время на рассмотрение идея причислить всех женщин от 21 года до 40 лет, не имеющих детей и без медицинских проблем, к участникам движения Child Free и наказывать их сперва штрафами, а тех, на кого штрафы не окажут должного воздействия, привлекать к уголовной ответственности. Что, блядь? Чё за хрень вообще? Сука. Принудительно, скажем так, ну, короче, вы поняли, да? Принудительно рожайте, вот, что вам скажут. Да, блядь, это бред какой-то. Принудительно оплодотворение, ёбаный рот. Ну, это вообще пиздец. Считают, что подобными методами можно резко поднять рождаемость уже в первые два года. Ну, чё я могу сказать? Это больше похоже на какую-то херню. Хотя, конечно, опять же, всё возможно, да? Вот. Но если такое и правда будут пытаться реализовать, женщины, наконец-то, ощутят себя немножко мужчинами, да? Которых там заставляют, например, в армию идти. Вот они обязаны там туда-сюда, короче говоря, отслужить. Или, там, я не знаю, пойти, там, на фронт сдохнуть. Вот теперь женщины тоже будут обязаны делать что-то. Рожать. А если откажешься, штраф. Не заблазить штраф, уголовное дело, да? Бля, ну и хуйня. Всё, как завещал Поднебесный. А для тех женщин, которые уже имеют, как минимум, по одному ребёнку, находятся в детородном возрасте, не имеют медицинских проблем, но по каким-то причинам не хотят больше рожать, будет разработана другая система принуждения. Тую-то. А за аборты скоро будут... Что? А за аборты скоро будут рожать. Чё ты сейчас сказал, нахуй, вообще? Так, а в чём суть? Или же сейчас люди нужны, а не через 17 лет. Если бы они думали в такую даль, то не начинали весь этот пиздец. Или воевать будут 20 лет. Но тут ещё, скорее всего, проблема в том, что на войне сейчас умирает много людей. Мужского населения, да? Много инвалидов. Много смертей. Много инвалидностей. И им требуется, скажем так, свежая кровь, соответственно говоря, не инвалиды и живые люди. Которых сейчас не хватает. После короны, после войны, соответственно, да? Вот. То есть вот эту дырку надо закрыть. Это первое. Ну, а во-вторых, да. Может быть, рассчитывают на то, что... Или понимают, что на одной Украине не остановятся, там ещё придётся воевать дальше. Вот. А это ещё много-много лет. Соответственно, надо рожать. Вот и всё. А вы думали? Всё так просто, что ли? Законопроект о запрете пропаганды Child Free сегодня внесли в Госдуму. А им предлагается приравнять пропаганду отказа от деторождения к пропаганде нетрадиционных отношений. Уже внесли в Госдуму, короче. Ой, да. Даже не знаю, что тут ещё добавить. Мальчиков должны воспитать мужчины. Депутат Госдумы Дмитрий какой-то предложил решить проблему разводов и неуплаты, а алиментов. По его словам, в решении данного вопроса не нужно изобретать велосипед, а стоит следовать русской традиции, где подросших мальчиков воспитывали отцы. И чё, блядь? Господи, боже мой. Ой, блядь. А сейчас вообще жесть какая-то, лютая причём. Школьникам в России начали показывать аборты крупным планом вместо уроков. На Сахалине старшеклассникам обещали лекцию в актовом зале, но им пришло смотреть жёсткое видео с процессом абортирования. Так местные власти решили повысить рождаемость, напугав школьниц и школьников абортом. Бля, это пиздец. Подождите, это полный... Я сорел без цензуры, там полный пиздец. Узнав о своей беременности, приходит в женскую консультацию. И первое, что я спрашиваю, доктор, не как вы хотите родить здорового ребёнка и иметь беременность, а о том, каким образом вы хотите прервать беременность. и из-за того, что... Это что такое? Вот это что такое? Парень! Осторожнее там! Просто не показывать, давайте мы тогда не будем. Просто не показывать, давайте мы тогда не будем. Да ладно, серьёзно. Это вообще пиздец. Ну то есть, я не знаю, неужели настолько вот прям всё плохо? Они уже просто людей пугают тем, как аборт выглядит. Ой, блядь. Я хуй знает. Так, вернувшиеся из Украины российские военные за два с половиной года убили более 240 человек. Больше всего жертв в Костромской и Ростовских областях. А также в Москве и Подмосковье. А, понятно. Мордан в восторге от традиционных семейных ценностей талибов. Чего, блядь? К вопросу, да. Почему нет детей? А... Да как они заебали уже, господи! Детей нет, потому что такие выродки, как вы, блядь, сидите там. На всю страну чушь несёте, людей пугаете своим говном. Своей, блядь, ненавистью, агрессией и прочей парашей. Войной и бедностью, блядь. Господи, бараны тупые, когда вы уже поймёте-то нахуй. Как вы исчезнете, так и люди рожать будут. После этого желание появится у людей, плодится. Сука, дебилы. Вообще мозг себе можно глушить всем, чем угодно. Ну вот я вижу, да. Вы нормально так глушите мозг россиянам. Последние два с половиной года. Водкой. Телевизор. Ну, водкой тоже, да. Изером. А, он шарит, слушайте. Онлайн-играми. Угу. Дискордом. Да-да. Надо срочно всё это запретить. То есть... Точнее игры запретить, а водку оставить. Для современного человека вообще не является никакой проблемой. То есть мы общество не просто потребительское. Это ладно. Мы общество, которое непрерывно развлекается. И... Ну, дальше-то что? Современные... Развлекаться, блядь, что ли, теперь запретят? Теймон даёт нам бесконечные возможности вот для этого непрерывного впрыска позитивных эмоций. Ну, и чё дальше? Себе в бошку. А дети, они про другое. Семья, она про другое. Вообще, как бы взрослая настоящая жизнь, она про другое. Вот поэтому на какой хер мне эти дети и взрослая жизнь семейная нужна? Чтобы отказаться в итоге от всех развлечений и просто чё делать-то? Мне кажется. Ладно, извините, что я опять тут занялся какими-то... Не, я тебя не извиню. Нарвоучениями. Ну, кто я такой, чтобы заниматься нарвоучениями? Да и вообще... Лучше вообще заткнись и ничего не говори, вот хую несёшь какую-то. Надо ничего изобретать. Вот каждый раз я, когда читаю новости про Афганистан, у меня сердце радуется. Вот настоящее традиционное общество. Окей. Вот куда движемся, да, получается. На кого ориентируемся? Ну, интересно ориентир получается, да. Хороший. Я в ахуе. Да, окей. В Афганистане, значит, ценности. Охуеть. Ну, мы же на прошлом стриме... Нет, на позапрошлом стриме как раз читали новости. И там новые законы уже для мужчин приняли, да, что там на женщин нельзя смотреть вообще в их сторону, только на своих. А женщинам так вообще на улицы выходить нельзя, только с мужчинами. МБ он рофлит? Возможно, это рофл какой-то. Опять вырезали из контекста или еще что-то. Мы как-то не так поняли, да? Как-то у Соловьева недавно было. Кто его знает? Но я, если честно, не удивлюсь, если это все на самом деле серьезно сказано. Бля, пиздец. Прокуратура требует возбудить уголовное дело на Илью Варламова, признанный инагентом. По данным прокуратуры, 40-летний Варламов, признанный инагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы инагентом, короче говоря. Вот, поэтому, как-то так, соответственно. Не сможет Варламов больше возвращаться в Россию по-тихому, пока никто не видит. К челу домой нагрянуло ФСБ из-за переписки в ВК о крафте патронов и оружия в игре Seven Days to Die. Ее приняли за реальную угрозу терроризму. У парня в доме провели обыск, осмотрели телефон, опросили, и он доказал свою невиновность. Теперь общаемся о крафте только телепатически. Я патрон наделал, целый день крафтится. Себя селитры и уголь, чтобы порох делать. На крафт в коробках с черной головкой еще ставить, ок. Дедушкин элик, еще крафтить супер кукурузы столько не надо, кстати, бля, пиздец. Что за херня, вообще я в шоке. Читаем в личке, значит, таковы что, вы удивлены? Ну да. Я давно, мне еще как-то, в 22-м году или в начале 23-го, не, по-моему, это в конце 22-го было. Когда мне один чел, какой-то там блогер, написал, я еще давно, помните, я вам рассказывал, еще вообще до того, как к моим родителям начали с полиции, с ФСБ приходить. Задолго до этого была ситуация, когда мне написал какой-то челик, блогер, с Донбасса, который переехал в Россию. И его вызывали в ФСБ допрашивать, так как он из Донбасса, соответственно, да, его там допрашивали. Во время визита Зе, ты весь стрим стоял за спиной. Его там вот эти вот различные, короче говоря, моменты, как он жил там, за его родственников, которые там остались. И у него начали спрашивать по поводу меня. Ему показали мою страницу распечатанную, что вы поняли, да, распечатанную, блядь, мою страницу ВК. Пока начали у него спрашивать, знает ли он меня, сказали ему, что якобы давным-давно, в году каком-то 2017, мы с ним сидим, сидели и до сих пор сидим в одной беседе во ВКонтакте. Типа раньше, в те времена, и правда, были созданы какие-то беседы, блядь, с блогерами некоторыми. В том числе в этой беседе был он и я. И у него спрашивали, типа, знает ли он меня, знаком ли он со мной. А он меня не знает. А ему начали говорить, типа, а как ты его не знаешь? Вот вы в одной беседе сидите, показывают переписку, распечатанную. Пиздец. Просто в ахуе. А он-то меня не знает. Короче, будьте осторожны. Реально. Там полнейший, полный доступ. Google опровергает уход из России. Компания сообщила известиям, что проблема с регистрацией аккаунтов с российских номеров была сбоем. Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России. Заявил Google. Трагедия Аляши в трех актах, опубликованная в федеральном российском СМИ. Что это? В 23-м году? О, Господи. Мы здесь что-то в шоке с налогов, зарплат, как российская стримерша выживает в Канаде. Выживает в Канаде. Российская стримерша Аляша рассказала о сложной жизни в Канаде на 400 тысяч рублей в месяц. Так, 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 так. Это норм вообще? Аляша посетовала, что за год в Канаде вовсе не почувствовала стабильности в жизни. Ситуация обратна. Местные жители с хорошими заработками заметили перемены к худшему. Я возмущение у людей понимаю. Жизнь тут нестабильная. Становится постоянно только дороже. Какие-то конские повышения цен на регулярной основе, заметила она. Да, не то, что у нее на родине, да? Цены только падают. Блять. По словам стримерши с февраля 2022 года все подорожало примерно на 20%. В том числе недвижимость и бензин. Не, я в Канаде не был. Я не знаю, что там. Реально, может быть. И в самом деле подорожало. Но! Есть одно нахуй но. Блять. А где не подорожало? Может быть в России? Канадцы хвастаются. Хвастаются, блять. Господи. Хватаются за голову. Хвастаются повышением цен. И бегают по кругу. Как в том меме. Если все продолжится такими темпами, то еще год и мы будем плохо зарабатывать. Все канадцы уедут в Россию. Она указала на то, что налоги не только не снижаются в такой ситуации, но даже растут в зависимости от заработка. Согласно прогрессивной шкале. Налоги составляют у меня 23-28%. Так в России же так же сделали. Алло. В России прогрессивная шкала теперь такая же. Так может дорожают не продукты, а дешевеет рубль. Алло, блять. Не спрашивайте экономических предпосылок такого подорожания жизни в Канаде. Я правда не знаю. Возвращение в Россию. Несмотря на все минусы Канады, стримерша пока не планирует возвращаться в Россию на постоянной основе. Но достаточно регулярно прилетает в Москву на несколько недель. Это связано с тем, что многие рекламные партнеры Аляши находятся в России. Также она принимает участие в столичных мероприятиях и дает интервью. Не, ну это и правда трагедия. Слушайте. В Канаде она выживает. Выживала, точнее. Она уехала в УАЭ. Уже давно. Но в Россию возвращаться равно как-то не спешит. Видимо повышение цен в России еще больше сказывается по кошельку, скажем так. Да, бьет по кошельку, нежели чем в Канаде. Вот. Ну в УАЭ, в УАЭ живет. В УАЭ, да. В УАЭ. Не в России. Эх, патриотка. Да. Что я могу тут сказать. Она бы и рада жить в России, но вот муж ее в РФ не хочет. Да. Обязательно, конечно. Рада она жить в России, да. Я с ней общался когда-то давно. Знаю я, как она радовалась жить в России. И какими планами она делилась. О том, как, например, куда-нибудь переехать. Да. А тут неожиданно все такими патриотами стали. Угу. Ну ладно. Лидер Хезбаллы, Хасан Насрала, был убит в результате сегодняшнего удара по бункеру. Причем это уже официальная новость. Уже официально сообщили, что Насрала умер, насрав штаны, соответственно. Ну, что я могу сказать. Все? Да. Да, бля. Насрала обосрался, скажем так. Да. Не, Израиль, конечно, удивляет. То, как они свои спецоперации выполняют, это вообще пиздец. Они за пять дней вообще всю верхушку Хезбаллы ликвидировали. Понимаете? Там насрали все абсолютно. То есть тут даже есть список тех, кого они ликвидировали. Буквально там за сколько? За неделю? Вот. Вот этот Сам Насрала. Он Насрал вот столько вот своих вот этих вот. Они все ликвидированы, в том числе Сам Насрал. Вот. То, что Он Насрал, тоже убрали. И остался один. Абу какой-то. Вот. Возможно, в ближайшую неделю и его тоже. Туда-сюда, как говорится. Один остался. Что там дальше с ними будет? Я вообще хз. Пиздец, блядь. Тебя вообще в шоке. Угадай, кто всех сдал. А. Подождите. Подожди. Абу всех сдал, что ли? Блядь. Так вот. Сам-то забавный. Возможно, Абу всех и сдал. Да. Но. Всем-то насрать. Понимаете? Что он сдал всех. И его тоже, блядь, уберут. Вот. Ему просто дали пожить чуть больше, чем другим. Пиздец, я вахуй. Так что ждем. У него нет фотки. Ну, кстати говоря. Не, ну там есть еще Али какой-то. У него тоже нет фотки. И у этого нет фотографии. Импостер. Это вообще пиздец. Я не знаю. Израиль, конечно, блядь, удивляет. Глава Енштаба Израиля. Послание всем тем, кто угрожает гражданам государства Израиль. Оно простое. Мы узнаем, как до них добраться. На север, на юге и в более отдаленных местах. Ебать. Звучит жестко. И четко. Самое главное, что звучит понятно. Вот так-то, да. Америке бы поучиться, кстати, у Израиля. А то в последнее время Америка что-то как-то... Умк-пук, блядь. Туда-сюда. Сренек-сренек. А вот Израиль вообще насрать. Там Байден что-то трясется, блядь. О, осуждая Израиль. Остановитесь. Хватит террористов убивать. Израиль вообще поебать. Что там Байден пукнул? Похуй. Просто делать свое дело и все. Чтобы защитить себя. МИД РФ решительно осудил убийство Израилем. Главы террористической группировки Хезбаллы насрало. Бля, серьезно? Ой, я что-то не удивлен. МИД РФ осуждает убийство террористов. Охуеть. Да, да. Сюрреалистично, конечно, звучит. В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полмасштабную вооруженную конфронтацию. Но пока, блядь, ликвидирует глав террористических группировок террористических, то и, соответственно, погружения региона в полмасштабную вооруженную вот эту вот конфронтацию не будет. А ну, блядь, поэтому и происходит, чтобы не было этого, блядь, в будущем. Господи боже. Кстати, помните, вчера Зеленского-то мы там, соответственно, увидели. Он куда-то там поехал. В итоге, блядь, он когда уехал, оказывается, оказывается, он где-то там на улицах Манхэттена, блядь, обращение записывал. То есть мы могли буквально пойти за ним и его увидеть. Вот, пожалуйста. Там, конечно, наверное, улицу перекрыли. Но он там видосики записывал, блядь. Причем, причем людям-то не запретили там ходить. О, видите, какой-то мужик велосипед берет. То ли курьер, то ли еще кто-то. То есть мы могли, в теории, да и на практике, могли там ходить, гулять. Могли мимо сейчас пройти, а там Зеленский стоит, в видеоблоге записывает. Пиздец. Если б я знал, сука. А, это ФБР под видом курьера. Нет, там причем реально курьер. Вот он взял пакетик какой-то. Собирается уезжать на велосипеде. Вон второй курьер ходит тоже. Пиздец. А вон СРУ их прогоняет, видимо. Чек, минута 56, там склейка фона. Ох, ебать, реально. Я же вам говорю, мы вчера гуляли, вертолеты летали. Я говорю, туда, где, там, где сейчас вертолет, соответственно, да это вот, там Зеленский сидит. Или шаурму кушает. А нет, оказывается, блядь, на улице в видеоблоге записывал. Матрица. Пинганул. Ну, эти ЦРУшники лагают просто. У них разрыв связи, видимо, произошел. Вот, бывает, бывает, бывает. Пиздец. Эх, блин, такой момент просрали. Ну, ничего, ничего, я думаю, Зеленский еще не раз приедет в Нью-Йорк. Так что, да. Рюкзак у нас есть, теперь в любое время можем выбраться. Если что, подснять. Надо получить лицензию журналиста. Журналиста. Здесь, в Нью-Йорке. Чтобы на случай чего, у меня был доступ в какие-либо подобные мероприятия. Что, когда полиция подходит, я ему вот так, о, блядь. И он такой, все, трогать не буду. Как вчера это было. Но вчера это даже хорошо, что нас прогнали. Потому что, как раз таки, вот этот вот момент, там, вот это место, этот угол, где журналисты остались, оно самое хуевое оказалось. То есть, когда Зеленский проезжал, там был поворот. А махать он рукой начал именно нам с вами. Мне, точнее. А не журналистам. Так что, да. Но в других ситуациях, возможно, журналистам будет куда выгоднее быть. Так что, да. Первое разрешение бить вглубь России узнают россияне, пресс-секретарь Зеленского. А, да? Так. Зеленский готовится к переговорам. Издание отмечает, что боевые действия в Украине достигают решающего момента за 5 недель до президентских выборов в США. На карту поставлено будущее поставок оружия. Финансовая помощь и дипломатическая поддержка. Зеленский выбрал момент для предоставления мирного плана с целью подготовки к худшему президентству Трампа. Украина достигает предела своих возможностей. Мощностей, точнее. И сталкивается с серьезными проблемами. В энергетике, в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растет. Отмечает какое-то непонятное издание. По данным издания, чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно что-то, что изменит правила игры, чтобы РФ заключила мир. Но ждем. Ну хватит. Эй, если эта херня на голову упадет. Это где вообще? Что это за место такое интересное? Э, охуенно. Да, блядь, что у меня все подписчики где-то в горах, блядь, сидят? В поле каком-то. Что за хуйня? Вы все, что ли, оттуда? Как ни посмотрю, меня все смотрят где-то на природе. Где-то, блядь, в горах. Где-то в деревнях. Это вы все так от ТЦК, что ли, скрываетесь? Я не понимаю. Отшельники какие-то меня смотрят. И вот это вообще пиздец, не понял. Шо ты тюбик? Бутылку заберите, я сказал, что я замерзаю. Да ты шо оху... Тхе-хе-хе, сука. Тхе-хе, сука. Ты шо охуел, блядь? Пожж закачивай. Блядь. Эээээ... Ну ладно, кто-то меня из спортзала прям смотрит. Окей. США. Если вы меня не выберете, то, блядь, будет судная ночь, как в фильме судная ночь. Никуясе. Так, это Лондон, я понял. Ну хоть кто-то не в горах живет, а в Лондоне. Российская оппозиция момент. Вот это я не видел, кстати, я не смотрел видосы. Что тут? Как вы собираетесь бороться за власть, если вы в России экстрем... Блядь, это старое видео, че мне это скинули-то? Вас же арестуют, как только приедете. Но мы приедем в тот момент, когда они арестуют. А, нет, не видел я. Когда власть начнет меняться... Окей. Ну логично, блядь. Ой, блядь. Все не так красиво, как рассказывают у нас в новостях Z-влогерши про ситуацию на Курском фронте. Ой, вот эта хуйня что-то там пиздит. Про Курск могу сказать, что все, конечно, естественно, все не так красиво, как рассказывают у нас в новостях. Что, ну, мы его, конечно, освободим когда-нибудь, но пока что все-таки речи о полном его освобождении, наверное, идти не будет, потому что, ну, Украина, она, как было понятно и очевидно, она закрепилась, она себе понастроила укрепов, и она наши заняла укрепы. Которые у нас все-таки были, они были в начале, в самом, они тоже были. Тут вопрос в том, что, как бы, далеко не все готовы стоять насмерть или стоять так, как ЛДНР-овцы. Вот, собственно, то ладно, это... Так и что? Это все тоже печально. А что трясешься-то? Ну, что, значит, готовится вторжение на Курск, натиск не ослабевает. Ну, там, в теплой студии Соловьев Лайф, может быть, там все уже отбито, и Сумская область... Отбито вот тут, вот внутри этой черепной коробки, вот здесь отбито. Принадлежит России, но на самом деле все это время Украина, она не сбавляет темпы. Она, вот в полной Курской, да, области, она прет, она прощупывает границу, она ищет уязвимые места, и она прет, и прет, и прет. Вот, и мы это просто держим, все это благодаря нашим героическим ребятам. Это не потому, что, ну, сейчас все более-менее стабилизирует. Среди нахуй, блядь, заебало ныть. Сегодня Лавров подписал соглашение о неразмещении оружия в космосе с Буркино-Фасо. Какое, блядь, еще оружие в космосе от Буркино-Фасо? И министром иностранных дел Буркино-Фасо Карамоко Траураев. Кто, блядь? Че? Звезда смерти? Понял, понял, ладно. Хорошо, оружие, блядь, в космосе. Хоккеисты избили ФСБшников прямо на льду. А, подожди, а за что, че такое? Любительская команда Тавгай сыграла против сборной ФСБ в городе Биробиджане. Но матч завершился массовой дракой. Обычно за такое штрафуют, но хоккеистов задержали. Против них возбуждено уголовное дело. По статье о групповом хулиганстве им грозит до семи лет лишения свободы. Что, блядь? Это ж хоккей, там часто дерутся. Туда люди смотрят, смотреть хоккей, блядь. Смотрят, смотреть, господи. Ходят смотреть хоккей, чтобы чисто на драку посмотреть. Эти нежные, блядь, пошли играть в хоккей зачем-то. А зачем пошли тогда? Вообще, почему там ФСБ играет? Че за бред? Чтоб потом плакать, что их обидели. Хотя я вахуй просто. Гоу! Да, да. Илья Мэдисон заявил, что завершает свою стриминскую карьеру, деятельность, после своего переезда в США. Я решил уйти из стриминга, так как денег с этой херни на жизнь не хватает в США. Устроился к СИСУНУ на трак. Сейчас прохожу обучение с инструктором. Управлять этой странью невозможно. Она не тормозит, не поворачивает, груз болтает по всей дороге. Такое чувство, что эти траки просто не созданы для перевозки прицепа с машинами. А чё до... Я уверен, что он не врёт. Ну типа, я подтверждаю, как стример, тут невозможно выжить в Америке, будучи стримером российским, русским. С теми доходами, что есть у обычного российского стримера. Поэтому я не удивлён, что он сюда переехал, уже там через две недели, блядь, идёт работать дальнобойщиком. Такова жизнь в США. Если ты не стримишь на Кик кое-что, то, блядь, иди работай. Реально. Рофнишь? Я не рофлю. Я, ну, реально чел, всё. Так у него 20 онлайна. А так понимаешь, что если ты русский, то будет у тебя хоть 200 тысяч онлайна. Денег-то всё равно нет. Потому что, имея 20 тысяч онлайна, у тебя нет рекламодателей, нет донатов, нет вообще нихуя. Подписки, блядь, по полцента стоят и всё. И что у меня 9 тысяч, 10 тысяч онлайна. По факту это тоже нормальный онлайн. Но дохода нет вообще, блядь. Донатов просто нет. Их просто нет. Ну, просто вот, вы же видите, не донатят. Вот, так что это всё хуйня. Онлайн тут вообще не имеет никакого значения. Хе-хе. Да нет, понятное дело, что он рофлит. Понятное дело, что это всё рофл и так далее. Очередной. Евгений Панасенков про шамана. Утконосый гопник, которого бюрократы на деньги рабов продвигали на недоэстраде для усиления зомбирования этих же рабов, разводится, чем портит этим же бюрократам шизо-показатели липовых ценностей. Хе. Ебать. Уничтожил. Генсуха. А шо генсуха? Генсуха. И? Чего генсуха-то? Я не понимаю. Сиську спалила? Да я в курсе. И чё дальше-то, я не понимаю. Ну, спалила сиську. Вы шо, впервые в жизни увидели женскую сиську, блядь? Все так реагируют, типа, аааа. Она сиську спалила. Да ну нахуй, и что? Ну и чё дальше-то? Ничего себе. Вот это да, сиську спалила, блядь. Ужас! Оказывается, сиськи есть. И? Не понимаю, вот такой реакции. Типа, шо вы удивляетесь? 90% стримеров на Твиче и тиски показывают на других площадках. Так что, блядь, неудивительно. Спалила и спалила, и что дальше-то? Мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что, ну как же, он же русский, а что же у него там, это там, там, не знаю, там, телефон американский, там, машина немецкая, или там ещё что-нибудь, ну вот в таком вот ключе, в духе. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто, мы же ведь не знаем, а может быть создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатели чего-то, а может быть они вдохновлялись произведениями, там, Петра Ильича Чайковского, когда они... Ха-ха, ебать бы умернуло, конечно, сука. Ха-ха, а-а-а, бля, я не знаю, ха-ха. Ха-ха, ага. А может быть создатели айфонов, или, я не знаю, американских микрофонов, пили когда-нибудь русскую водку? Ну шо теперь, пользоваться шо ли нельзя, наоборот, вот, поэтому можно пользоваться Apple Watch, айфоном, ну может быть тот, кто собирал эти часы, водку русскую пробовал хоть когда-нибудь, глоточек сделал, значит наш, значит наш слон, ебать хуйню несёт, боже, бля, лишь бы оправдать своё лицемерие. Господи, гооо, я давля, гол. Создавали этот телефон, или там произведениями, там, Достоевского, или Булгарова. А если нет, ты это сам придумал сейчас, блядь, а если, а если, а если нет, ты спроси сначала, а при чём тут вообще Булгаков и все остальные, ну предположим, даже если бы они вдохновились, они шо, блядь, прочитали, посмотрели там шо-то от Булгакова, и такие, ооо, пойду айфон создам. Которая по всему миру известна, может быть тогда бы без этих произведений вообще, этих технологий не было, и эти... Как эти произведения могли на них повлиять? Их телефонов не было. На этих технологий, каким вообще образом? Пробуйте просто подумать об этом. Вот ты попробуй подумать, понимаешь, что ты не думаешь. Мы же не знаем, как это было, и чем люди... Не, ну притянул, притянул. 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 Молодец. Ну это шиза, конечно. Надо же как-то оправдать свой лицемерие. Ой, бля... Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах за Велозеленским. Так, я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом, но я получил от Долина Трампа очень прямую информацию. Что он будет на нашей стороне. Что он будет поддерживать... Украину. Президент в интервью телеканалу Fox News. А-а-а... Вот оно шо. Окей. Окей. Где-где комната Атранплю? Где-где комната Атранплю?